все поднял народный шифтинг сейчас первую кучу 400 тонн нагружаем уже хорошо просматривается у нас деферент сейчас в принципе осадки нет смысла смотреть так как я и так знаю как оно все будет самое главное вот у вас неважно сколько куч у нас допустим сейчас три последняя всегда на мидвель вот она у нас здесь будет на мидвель она будет выравнивающая и тут уже надо будет смотреть перед тем как начинаете ее грузить посмотрели осадку носом кормой засекли допустим куча у вас 1000 тонн загрузили 200 тонн посмотрели насколько изменилась осадка и уже видите какая тенденция за идет какую сторону если видите что не успеваете если вы загрузите полностью выйти на нужный вам осадку соответственно вы смещаете немножко вперед если вам на нас больше смещаете вперед позицию данного лоудера и дальше опять же смотрите да также есть таблица обычно опытными стартовыми составляется у нас уже была составлена таблица значит на изменение осадок на 100 тонн и вот позиции как бы разрисованы в этой таблице под каждой нашей крышкой так он бегал записывал в общем таблице я покажу вам может быть даже вот сейчас прикрепляю смотрите вот та самая таблица о которой я говорил так у нас осадка дня примерно четыре с половиной под седьмую крышку получается сейчас будем последнюю кучу грузин меняется гетерин больше на нас грубо говоря будет восполнял сантиметра на 100 тонн и того на 1000 тонн будет 25 сантиметров ermitv у нас сейчас выйдем где-то на нас осталось блески тонн загрузят будет нам на нас на нас где на сантиметров 10 наверно может быть 15 и и и и потом ту кучу легрузин значит получается прибавляем 25-40 сантиметров и эскаватор потом поставим должно получиться ровный киль в этой таблице немножко конечно есть разногласия все равно реально в реальности получается немножко по-другому потому что крышка то она ведь тоже не говорится не два метра длина тут 4 где-то грубо говоря метра и все одинаково гусная маленькая идет поэтому когда много нюансов учитывать а выход на танк это все с опытом идет и так же да у нас экскаватор я уже себе по опыту как говорится зарубил на носу если экскаватор у нас в носу крышки у нас все в корме в данном случае в данной погрузке у нас опять же крышки никак не влияет потому что часть корме часть в носу вот поэтому никакого они явления фактически не окажут только экскаватор кадров у нас дает 37 сантиметров на корму если его сдвигаем дифферент меняя если его сдвинуть с носа корму вот гентрик тоже особо не влияет он там весит может пару сантиметров изменит дифферента вот и грузим получается при данном раскладе больше 30 сантиметров на нас не ходим до 30 сантиметров если у вас что там блин 500 тонн соответственно понятно что вам надо смещаться в корму иначе вы клюните носом если нормально вы ходите на 30 сантиметров все экскаватор у вас смещается в корму и вы выходите там 10 сантиметров на корму плюс там переход допустим у нас до того же амстердама до 4 дня расход 7 кубов в сутки как раз на 10 сантиметров мы корма у нас всплывает и мы получается на ровный киль заходим в амстердам а у вас там как раз ограниченная осадка 5,8 то есть это идеальная погрузка вот обычно здесь так и грузили сейчас расклад немножко другой вот это все что я хотел вам сказать друзья на данный момент что-то будет сегодня еще возможно запишу если нет на этом не закончу много раз уже задумывался что норвегия путина более теплой страной это наверное было бы самое лучшее место для отдыха посмотрите какая здесь чистейшая вода просто оазис какой-то и виды открываются с другой стороны ну разве не подошло бы это место для курорта кажется идеально просто благодать все загрузились три с половиной часа две с половиной тысячи тонн осадки нос 4 корма 4 20 почти как я и рассчитывал закрываю трюм и прощаемся с камурфалом в очередной раз друзья вот на этом урок закончился